Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается очередная неделя, и я очень рад представить вашему вниманию очередной информационный блог от Словенской Церкви. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. В эту субботу по Божьей милости буду проповедовать я, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Дух Святой использовал меня наилучшим образом в этом деле. Хочу также напомнить, что в субботу вечером в 6 часов у нас будет концертная программа, поэтому приходите сами, приглашайте ваших друзей и знакомых, будет чудесная атмосфера, и мы вместе сможем прославить нашего небесного отца. Хочу также сказать, что в эту субботу после утреннего служения подростковый клуб следопытов приглашает на встречу всех родителей, чьи дети планируют поехать в этом году на всемирный следопытский слет. Даже если вы еще не определились окончательно, но у вас есть желание и мысли, чтобы ваш ребенок поехал, обязательно останьтесь на эту встречу. Она будет проходить в офисе сразу после окончания утреннего служения. Будет очень важная информация, поэтому не пропустите эту встречу. Хочу также напомнить о том, что мы ищем людей на программу молитва передвигающей бары. Нам очень хотелось, чтобы эта программа и дальше жила, и была благословением для многих зрителей, как она есть сегодня. Но для этого нужно ваше участие. Я знаю, что многие из вас скромничают, волнуются, но поверьте, это благословенная возможность прославить нашего Небесного Отца. Пришло время вашего опыта. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Мы с радостью с вами договоримся о том, когда, где, при каких обстоятельствах мы с вами будем или записывать эту программу, или же проводить ее в прямом эфире. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Есть еще одно объявление. Есть две семьи в нашей церкви, которым очень нужно жилье. Они ищут дом, в рент, две комнаты плюс. Поэтому, если вы владеете какой-либо информацией, или знаете, кто сдает в аренду жилье, пожалуйста, обращайтесь тоже ко мне, а я уже перенаправлю всю эту информацию этим семьям. Прошу. Это очень важно, потому что у них осталось очень мало времени для того, чтобы они съехали с того жилья, где они сейчас проживали. Это все из блока информации. Хочу попросить вас и дальше молиться о наших семьях, о наших детях, молодежи, подростках. Особенно я всегда вспоминаю о людях старшего возраста, потому что это очень непростое время в жизни. Поэтому, пожалуйста, молитесь о нашей церкви. Молитесь, опять-таки, о той ситуации, которая в Украине сейчас, на Ближнем Востоке, о всем мире, потому что есть очень много переживаний, печали и горя. Пускай Бог поддерживает и заботится, особенно тех, кто на Него возлагает надежды своей. В заключении хочу прочитать текст из Совершенного Писания. Это Псалом 33, несколько первых стихов. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах у меня. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мной и превознесите имя Его уместь». Да будет Господь прославлен в нашей с вами жизни. Ждем вас в эту субботу на нашем утреннем служении, также на вечернем концерте, ну и заключении. После этого видеообращения вашему вниманию хотим представить ролик, который сняла наша молодежь относительно их миссионерской поездки, которую они имели в прошлые выходные. Так что приятного вам просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok «Уставшая молодежь возвращается с Мишен Триппа!» «Да булавка!» «Это вам не Тесла!» « Приятного с ним!» IF… Продолжение следует... Продолжение следует...